Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня с вами последняя лекция. Некоторые с радостью это воспринимают, некоторые с некоторой тонной грусти. Но, во всяком случае, всё, и хорошее, и плохое, когда-нибудь кончается. Тем более, что впереди у нас консультация. Консультация у нас будет 4-го числа, понедельник в 17.30, здесь. А уже 5-го с утра у нас экзамен. И на этом надеюсь, что у нас никаких пересдач не будет, и мы с вами расстаёмся, а вы за ним переходите к решению других неотлодных задач. Но бывают такие случаи, когда мы потом не расстаёмся аж до осени, а осенью дело малоприятное, хочу сказать. Это потерянное лето и так далее. Поэтому я, если лучше спросить на консультации что-нибудь, что непонятно о чём, оставить себе до экзамена. Поэтому я очень рекомендую использовать консультации для того, чтобы вы выяснили все непонятные вещи. Я на консультации, так сказать, обязан ответить на все вопросы, сколько бы времени это не потребовало. А то как-то получается, я боюсь, что у меня шея заболит. Да? Не возражаете? Тем более, что у нас сегодня будет такая очень комплексная тема, и которую не так просто усвоить. Много материала разнопланового. Объявляю тему сегодняшней лекции. Значит, мы будем рассматривать общественные нормы нацию, культуру и цивилизацию. Общественные нормы нации, культуры и цивилизации. Достаточно много материала. Значит, какие общественные нормы имеются в виду? Это нормы жизни и нормы поведения в обществе, которые устанавливаются двояко. Одни нормы поведения складываются просто исторически, и соблюдение их поддерживается чем? Общественным мнением. Вот общественное мнение считает, что это хорошо, а вот это общественное мнение считает, что нехорошо. И никаких мер не может быть тут принуждения, как бы кому-то что-то не нравилось, но далее, так сказать, словесного осуждения, тут дело идти не может. Что это за нормы? Это нормы нравственности и морали. Ну вот, соотношение морали и нравственности – сложный вопрос, и по нему есть разные точки зрения. Одни считают нравственность – это то, что относится, так сказать, к внешним формам поведения, а мораль – это если вот нормы поведения проходят глубоко, и они как бы уже внутри у вас, в душе, в жизни человека закрепляются, то мы-то нам говорим, человек морален, или человек неморален, или аморален, и так далее. Очень часто с этим связывает какой-то моральный кодекс строителей коммунизма. Я, как человек, присутствовавший в это время, и имевший, так сказать, сознание, поскольку это было тогда, когда я уже был даже не студентом, я хочу сказать, что это какая-то ерунда. Кто это придумал? Что это такое? Кто это? Как может быть моральный и кодекс? Ну, кодекс – это же из области юридической, правильно? Значит, есть уголовный кодекс, есть гражданский кодекс, есть кодекс об административных правонарушениях, а тут еще и моральный кодекс. Поэтому, я думаю, давайте мы не будем путать общественные нормы, которые никакой силой государства не поддерживаются, и такие нормы, которые поддерживаются силой государства. А как называются такие нормы, соблюдение которых обеспечивается силой государства? – Правовые. – Правовые. Я могу выдвинуть такую парадоксальную мысль, которую сразу можно и не усвоить, что если закон, что законы нужны только такие, которые не выполняются. Вот поначалу, кажется, это странновато так звучит, да? Что нужны только такие законы, которые не выполняются. Почему? Ну, потому что если законы всегда выполняются, зачем такой закон, который всегда выполняется? Закон, он, так сказать, продвигает или подвигает общество в каком-то направлении. И всегда среди тех, к кому обращен этот закон, находятся нарушители. Если уже нарушителей нет, то закон как таковой не нужен. И так люди соблюдают без всякого принуждения. Поэтому то, что я сказал, вот сначала выглядит довольно диковато, что только такие законы нужны, которые нарушаются, именно потому они и нарушаются, что государство дальше продвигает, идет. Это и есть форма воспитания, форма воздействия на общество и на его граждан. Поэтому такие законы, которые никогда не нарушаются, не нужны. Вот нужен такой закон, что утром вам надо вставать. Ну, вроде бы странно, да? Такой закон. Хотя вот такие есть исторические примеры, которые говорят, вот право на жизнь. То есть вот вы родились, а потом выясняется, что нужно еще иметь право. А вы имели право на жизнь, когда родились? Вроде да. А зачем вам право на жизнь? Зачем вам право? Какая-то норма, которая... А если бы, так сказать, что можно вот вас лишить, что ли, этого права? Кто это вправе? Кто вправе устанавливать право на жизнь? Это было бы вообще кочунством таким. Есть кто-то, или какие-то люди, или какие-то кланцы, или государство решает. Как вам, можно родиться или нет? И сообщает об этом вашим родителям. И тогда... Поэтому в этой области много таких красивых даже глупостей. Потому что, как вы понимаете, при первобытно-общинном коммунизме никто ни о каком праве на жизнь не говорил. Рождались люди, и общество развивалось. 90 тысяч лет. И никому в голову не приходило устанавливать право на жизнь. Теперь, значит, берем рабовладельческое общество. Рабовладельцам для себя применять какое-то или придумать право на жизнь были довольно глупо. Это был господствующий класс. И для них это не вопрос. А что касается рабов, у них никакого права на жизнь вообще нет. Это просто их вот сохраняют им жизнь, просто потому что они работают. А если вот они себя ведут не так, как хочется. Рабовладельцы, рабовладелец имеет право убить раба? Да. Поэтому никакого права на жизнь у рабовладельца нет. Если уж в этом плане решать вопрос, то, как вы понимаете, при переходе к крепостничеству уже право убить, отняли у хозяев, то есть у помещиков. У них не было права убить крепостного. Продать можно. Вот вас, если вы были крепостные, можно было продавать. Как? С землей, без земли, с семьей, без семьи. И, как вы знаете, было право сечь плетьми. И это право существовало до 1861 года. Но права лишить жизни нет, такого права не было у помещиков. И поэтому вот такое красивое вместе с Великой Французской революцией появилась декларация прав человека и гражданина в Великую Французскую буржуазную революцию, которая прогласила право на жизнь, на свободу и на частную собственность, и на искание счастья. Дескать, вам здесь не понравилось в России, поезжайте в другую страну, там не понравилось в третью страну, там не понравилось в четвертую страну и так далее. То есть, и главным во всей этой красивой декларации было право частной собственности. Ну, всякая уважающая себя Великая Революция проглашает свою декларацию. А была декларация Великую Октябрьскую революцию? В Великую Социалистическую революцию? Была? Нет, это декреты. А декреты это... Тут как раз такие вот документы, которые, по идее, должны приниматься бы высшим органом, а высшим органом является съезд советов. А были декреты правительством установлены, да? Не все декреты были приняты съездом советов. Он разъехался уже съезд, некоторые правительства, Центральным исполнительным комитетом. А когда была принята декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа? Не знаете? Может, я скажу? Она была принята, предложена сначала учредительному собранию. Учредительное собрание это отказалось, и тогда эта декларация была принята правительством, советом народных комиссаров и она утверждает, естественно, не частную собственность, а общественную собственность и право устанавливать социализм на всей земле. С этой точки зрения, скажем, советская Россия могла сказать, что вот в Англии нарушители прав трудящихся и эксплуатировав народа, в Америке, в Германии повсюду нарушаются права трудящихся и эксплуатировав народа. О ней почему-то благополучно все забыли. Я вот наблюдал, что вся, так сказать, такая борьба, идеологическая шла по принципу, что нас обвиняют в нарушении прав человека. И вместо того, чтобы обвинить, так сказать, другую сторону в нарушении прав трудящихся и эксплуатировав народа, вот начали оправдываться, как всегда, ходить виноватыми и так далее. Понятно, что всякая революция, она отвергает старое право и устанавливает право новое. А что такое право? Ну, в принципе, да. Но вот люди, которые обычно что делают, раскрывают, там вот у вас есть компьютер, раз сейчас в Википедию или в какой-нибудь энциклопедии, и там вот такая батарея, что такое право. Пишется, 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 а потом в конце из Маркса берут обычно краткую лаконичную формулировку, что право – это возведенное в закон воля господствующего класса. Ну, кто устанавливает право? Ну, тот класс, который господствует, тот и устанавливает право. Вот так, чтобы было это конкретно, вот по воле господствующего класса. У нас какой класс господствует сейчас? Какой? Не знаете, буржуазия у нас господствует, буржуазия у нас общество. Буржуазия господствует. У нас в Санкт-Петербургской какой университет? Государственной. А государство что такое? Это орган господствующего класса. Или машина насилия для осуществления интересов, обеспечения интересов господствующего класса. Поэтому, когда говорят Санкт-Петербургский, государственный, это так красиво выглядит, но смысл-то в том, что вот если вы не явитесь на экзамен, или на экзамен тебе плохо сдавать будете, вам поставить дойку, вас отчислят. И весь разговор. Такова воля господствующего класса. А мне скажут, что же вы так это преподавали, что у вас такие-то, такие-то товарищи не изучили то, что требуется согласно программе и так далее. Короткая, ясная и простая формулировка. Мы с вами рассматривали, что такое государство. И с вами выясняли связь между государством и диктатурой. Сергей Ильич, на это надо закрыть, потому что шумно. Если государство, это орган господствующего класса, то оно в состоянии принять те законы, которые ему нужны. Правильно? Господствующий класс, если он господствующий, он в состоянии... Вот вы наблюдали недавно выборы президента. Ну как вы думаете, господствующий класс в состоянии назначить того президента, которого он наметил? В состоянии. Для этого у него есть что есть? Политические партии. Сколько у нас буржуазных партий? Как минимум три. Единое, справедливое и ЛДПР. А КПРФ. А КПРФ тоже выдвинул миллионера, который больше денег получает, чем Путин. Поэтому она как бы еще и больше буржуазная получается по своим действиям. И он никак не мог отвязаться от этих счетов, на которых за рубежом деньги лежат, и пять килограммов золота. У кандидата коммунистической партии Российской Федерации. И который обманывает людей в плане того, что у него просто зарплата такая высокая. Это вот у нас вообще большой государственный сектор, 70 процентов. ВВП производится в государственном секторе. И там устанавливают себе так называемые зарплаты члены правления. Например, в Роснефти 24 миллиона в месяц. Вот вам дать 24 миллиона в месяц, с ума сойдете? Даже вы и не просите 24. 23, говорит, давайте 24 не выдержу. Вот. А дальше, значит, в Рос... В Газпроме члены правления получают 15 миллионов, это середняки. То же самое. Понесете 15 миллионов, так страшно же, что убьют по дороге, зарежут за эти 15 миллионов. А жизнь-то дороже. А у вас право на жизнь. Ну вот, есть бедняки ОРЖД, там и Сбербанк. Ну там где-то на уровне 5 миллионов в месяц. Ну а как узнать, что зарплата, а что сверхзарплаты? Очень просто. Самый тяжелый труд где? Ну, к шахтеру. Они рискуют жизнью, их может завалить в любой момент. И заваливает. И даже можно посчитать, и известно, сколько нужно добыть угля, чтобы погиб еще один шахтер. Скажем, никак вот не сравнишь. Мой труд, вот как я могу тут погибнуть на работе, я не знаю. Чем вы меня можете таким озадачить, что я от этого, от разрыва сердца умру? Или вот, правда у меня были такие случаи, когда же здесь, вот в этой аудитории, слава богу, убрали этот вот стул. И ну и садишься и падаешь туда, на спину, и так далее. Но все равно я не умер, хоть я и упал. И вообще трудно нам умереть. Илья вот шел к трибуне выступать и упал. Ну если уже человек к трибуне не может дойти, не надо ему преподавать здесь, правильно? Значит, это говорит уже пора. Вот, короче говоря, ну несравнимо. Ну я вот получаю, поскольку это легко очень проверить, я получаю, у меня ставка единицы, а может быть не единица, может быть, я правда не знаю, у кого есть больше, есть профессоров, у кого-то, наверное, есть. Ну вот у меня, можно сказать, из профессоров, ну самое так, высокое положение, в том смысле, что я доктор наук философских, должность у меня профессор, и звание у меня есть, еще и не философское, профессор по кафедре экономики и права. Ну вот я получаю 53 тысячи, согласно трудовому договору, который мне выдали, и я за это расписался. Ну 53 тысячи, а они не 15 же миллионов. И я думаю, что я получаю больше, чем шахтеры, а шахтеры, я знаю, получают в среднем 40 тысяч рублей. Это очень легко установить. Раз, посмотрели в Википедии, средняя зарплата шахтеров 40 тысяч. Значит, кто-то там получает, может быть, и 50, и 60, ну а в среднем 40, и умирают они, независимо от того, сколько получают. Вот такая картина. Поэтому за рамками этих 40 тысяч, все остальное, это прибавочная стоимость, которая прячется под видом заработной платы. Почему? Потому что на самом деле, надо было бы эти деньги отправить в государственный бюджет, потому что государственные предприятия, все, и «Газпром», и «Роснефть», что должны делать? Они должны прибыль отдавать государству. Они накачивают себе издержки, как бы это не прибыль, а издержки, это просто зарплата, а оставшиеся отдают государству. И вот если бы они это отдавали, то, что положено государству, у нас бы не было такой ситуации, когда премьер-министр говорит, денег нет, а вы держитесь. И нету на какие-то нищенские совершенно стипендии, полторы тысячи рублей. Ну, что это такое? Я не знаю, как вы это описываете, я описываю это так, я вот спрашиваю девочек, и сколько вы проживете на стипендию? Она говорит, ну, неделю. Только что, вы же раз в неделю приходите? Так я что, последний раз вас вижу? Ну, если на неделю хватает, это же раз в месяц дают. Ну, вообще не помню, а вы вообще, так вы работники, вы и очные, и заочные, вы и это делаете, и то, и многостаночники. То есть, вы последние, так сказать, кто борется за то, что вы и работаете, и при этом учиться, потому что, могу вас проинформировать, что завод в ТУЗ, при Ленинградском металлическом заводе, который так фундаментально решал задачу, люди на заводе работают, потом заканчиваются рабочие смены, и идут спокойно и занимаются. Никуда не приезжают, а тут же на заводе. Его присоединили к политехническому и уничтожили. Потом, правда, политех пришел забирать помещение. А им сказали, нет, помещение заводские, ничего не получится. И так они недвижимости не получили. А так все было хорошо сделано. Или у нас, у нас совсем недавно, в Институте философии, который раньше был совсем недавно факультетом философским, вы же тоже были факультетом, а потом вы стали школой. А мы были факультетом, а стали институтом. Институт истории бывший факультет, а сейчас институт. Вот у нас было вечернее отделение. Нет вечернего отделения. У нас было заочное отделение. Нет заочного отделения. Причем, как вы понимаете, вечернее, это значит, что все обязаны приходить вечером, если они на вечернем отделении. А не так, хочу-хочу, хочу хожу хочу не хожу заочная это понятно они не ходят но потом они в сессию приезжает их государство освобождает для сессии они в это время установочные проходит курс лекции более укороченный более короткий издают и после этого возвращаются к трудовой деятельности но вот у вас новая форма которая позволила вас сохранить которые очень на заочные то ли вы есть то ли вы нет то пришли то не пришли и я как вы понимаете в такой ситуации с правовой . не могу вас никак ни в чем так сказать уличить как вот сейчас вы очно а завтра заочно а вчера мы тоже были заочно и так далее все хорошо и мир труд знаете как все продумано как все хорошо поэтому у нас замечательно я причем заранее знаю уже у нас на будущий год нагрузка составляется вот я еще буду читать в будущем году товарищем который занимается по программе реклама и связь с общественностью вот им по философии вот так надо без философии не продаж а журналистов в следующем году пропускают только через год будет курс философии журналистов не знаешь по каким причинам но во всяком случае так обстоит дело так что вы можно сказать вот сейчас а следующий только будет через год журналисты поэтому сравнивать уже с вами уже нельзя будет историю будет что мы получаем в итоге итоге мы получаем что вот все эти установленные нормы государством они беспрепятственно устанавливаются господствующим классом а раз беспрепятственно то господствующий класс не ограничен ничем не ограничен его власть ничем не ограничена как называется такая власть которая не ограничена никакими законами а можно так сказать а можно сказать и по-другому диктатура по определению диктатуры диктатура это власть не ограничены никакими законами и поскольку это относится к любому государству любому хоть пролетарскому хоть буржуазному хоть феодальному хоть рабовладельческому всякое государство есть диктатура соответствующего господствующего класса это как бы никто не хочет так уж прямо на так вытаскивать дескать вот нас над вами осуществляется диктатура в университете это он не очень нравится а так вот так красиво все у нас государственный университет все хорошо если что мы вас выгоним ну примерно так как бы запрячут это обстоятельство хотя так намекают на это дело но вы не думаете что так у вас выгонит если что и нас выгонит более того значит наше доблестное министерство на этой почве преуспела и за последние три года при полном молчании нашей журналистики закрыта половина вузов страны а то вот вы будете знать будете знать будете меня критиковать а так вы не знаете скажу вы же не образованный темный чего влете вы ничего не понимаете не разбираетесь а тут вы все изучили разбираетесь когда мы знаем что такое диктатура и что такое государство и что такое право и какие общественные нормы и тогда то есть вы становитесь социально опасными надо эти опасности предусмотреть исключить короче говоря успешно эта операция прошла я другой такой страны не знаю где вы за три года уничтожили половину вудов причем даже если говорили что не те люди не так учатся или их не так учат ну вот как вы представляете если человек не пошел вуз он может пошел куда кто в бандиты кто в жулики кто в проходим цена же и таких и первых и вторых и третьих очень много а куда он пойдет у вас то очень много рабочих мест вот вы знаете куда вы поете работу но еще журналисты вроде они будут туда просится сюда просится вот наши скажем историки ну вот закончил он бакалавриат и куда он пойдет историк сейчас же у нас бакалавриат вот если он был бы специалист как раньше было то есть пять лет учился куда он может пойти согласно закону куда угодно мы пойти в аспирантуру может преподавать в вузе а историки в вузе преподавать хорошо же а сейчас он в вузе не имеет право преподавать в аспирантуру он не имеет права выйти а чего он имеет право а он даже не имеет право если он будет на госслужбе подчинение иметь более одного человека вот что по статусу означает бакалавриат то есть взяли и так сказать голову отрезали это с отготавливающимся и выпустили вас так чтобы вот вы там особенно не высовывали будете высовывать сказать вы кто такой вы же не специалист вот я специалист а вы не специалист хотя у меня разница в чем на один год ну имея ввиду что я вот скончал санкт-петербург конец я имею право преподавать в вузе в любом вы не имеете право а чем вы хуже меня вот и право а много будет специалистов будут наверно совета критиковать будут а так как вы будете критиковать вы вообще должны помалкивать и все тогда с этой точки зрения не мешать господствующему классу осуществлять свою власть вы как бы помогаете то есть с одной стороны у вас высшее образование почему высшее потому что выше теперь нет то есть есть некоторые в некоторых вузах есть специалитет есть технических например конечно если возьмете физико-технический университет в москве из тех конечно там есть да потому что иначе не подготовишь специалист не подготовишь специалисты и не будут работать наши ядерные реакторы ну дескать а вы журналисты обойдетесь и так научитесь писать за четыре года а может за три научитесь зачем вам 4 т3 давайте еще высоко но я а дальше может появиться мысли за два и поехали во всяком случае вопрос не в том диктатура или не диктатура вопрос в том что она может быть содержательная может быть бессодержательной то есть вопрос в том насколько глубокие интересы принимается во внимание насколько какие-то частные потому что скажем экономия средств одна из задач государства но не надо экономить на чем на образовании и на медицине правильно это значит экономия на людях на людях сэкономили и что построили не знаю когда мы начинаем что-то строить то выясняется как на примере нашего стадиона 9 миллиардов в проекте а 40 миллиардов в итоге и ничего не могут делать все это дело идет на откаты строителям еще понятно куда это уходит потом заводится уголовные дела а потом это дело все спокойно забывается даже космодром когда строили восточный вы прекрасно знаете что сотни тысяч не платили зарплату сотни тысяч и когда приехал президент смотреть вот первый запуск там должно быть стоять здание или это из здания они сидят и смотрят как запускается наша ракета здание не построили деньги это ушли а здание не построена им траншею прорыли городе деть сюда ланя рынке он посмотрел но как вы видите поменялось руководство роскосмоса и там много уголовных дел рогозин заводил но это потом все а итог уголовных дел такой не знаем какой потому что один за другим вот сегодня я открываю газету российскую и выясняется что есть вот такой банк который называется монолит вот из него граждане хозяева избра и изъяли уже 6 миллиардов рублей то есть такими вещами как вот вы у вас миллиончик и нету до завтра мне туда наверно вы таком миллиардами считаете такие мелочи вы с собой не носите вас сумочкой наверно только миллиарды ну вот у захарченко сумочки в сумочках был миллиард не один на 8 8 миллиардов его начинают спрашивать откуда деньги не знаю клад я нашел раз он нашел клад то ему как бы полагается 25 процентов остальное государство забирайте но этот версия не прошла судили его отобрали все ну просто просто жестокое государство отняло почему что их наверно с кем-то не поделился теперь ну насчет права всем понятно что это если воля господствующего класса то она классовая это право правильно но какой класс господствует тот и право свое устанавливать а насчет нравственности класс нравственность класса или не класса а без класса и ну скажите вот с вашей точки зрения чужим вот если я буду вас эксплуатировать это хорошо нет а я тоже считаю если вы меня будете эксплуатировать это нехорошо вот рома абрамович простой как бы парень этот рома имеет порядка 17 миллиардов долларов у него и яхта есть и у него есть и футбольный клуб в англии а футбольный клуб это не то что он смотрит как играет футбольные клубы такие предприятия по выкачивание денег ну представляете там стадион допустим 60 тысяч человек по 1000 рублей заплатили за то что побывали на одном матче каждый это 60 миллионов раз там на 10 миллионов на организацию 50 миллионов карман это мощное предприятие по выкачиваем денег поэтому фанатов вроде бы как гоняет на самом деле приветствует это люди которые собираются и деньги отдают это же хорошо с какой точки зрения с точки зрения кто деньги получает очень хорошо через вот спорт и через шоу-бизнес можно большие деньги выкачивать то же самое 20 тысяч мест у нас в скафа вот мы решили с вами как люди близкие так вы уже журналист вот а я философ у вас еще берем в очках будете представлять нас и вот мы собираемся и решаем кого пригласим каких артистов чтобы народ валом валил и денежки нам нес стаса михайлов берем берем пугачева берем вы что сами думаете но вам-то не надо людям привлекать то надо так вот самого галкина берем кого еще берем ну всех берем этого болгарина тоже берем в общем их всех берем сколько как мы им берем вы будете звонить вы у нас мужской голос у вас женский ласковым таким голосом позвонить и сказать дорогой стас вот мы хотим вам дать полтора миллиона англ это чуть ли это дурно да все ничего практически прийти до спеть и и все и выступить один раз за вечер ну этому полтора этому полтора этому полтора ну сколько мы выделим ну миллионов всем на артистам 3 миллиона на организации этого и дела там чтобы охрана стояла информация билетики кассы собрали 20 миллионов ну вот мы трое от организовали но и моя идея же раз моя значит мне 6 а вам по 3 нет вам путь по 2 нормально нет вы организовываете то да я к вам пойду буду два неужели ярко будет я же соответствии с тем как сейчас делается организовываю вот я шесть вы по 2 это же немало за один вечер чего тут сидите чего тут сидите просиживать вон миллионы идут а вы сидите чего записывать выкиньте это логично вот и с моей точки зрения с точки зрения того кто такие деньги получает это все очень нравственно и морально а с точки зрения кого мы ободрали с вами я думаю что наоборот с точки зрения шахтеров получать когда они получают 40 тысяч мах в шахте умирает и посмотрите на их портрет это люди уже изможденные у них же они же чем они дышат у них сейчас легкие засорены все время рискует кругом угольная пыль еще и поселки такие в которых мало что растет и кругом пыль да грязь 40 тысяч а мы получаем другие получают не трудясь огромные деньги вот с точки зрения тех кто получает огромные деньги это нравственно правда почему как вы думаете почему меньше меня получаете сказать как я это объясняю чтобы это в обществе чтобы в общественном мнении это звучало красиво знаете в чем дело не ну почему я больше вас получаю объяснить а работа в разных все ну тоже объяснение просто в разных сферах с вами вас сфера мало доходная а я работаю в сфере высокодоходной а почему вы не работаете высокодоходный потому что вы недостаточную активность проявили недостаточную ловкость более короткое объяснение такое знаете почему меньше получаете вы не успешные а я успешный я успел схватил а вы не успели не схватили вот и все так и объясняют вы не успешные а с точки зрения трудящегося с точки зрения того кто эксплуатирует аморально эксплуатировать жить чужим трудом аморально а с точки зрения эксплуататоров морально Если вы на мне едете, то то, что вы на мне едут, это аморально. А если я на ком-то еду, это аморально. Ну, логично же. То есть, на самом деле, кажется, что мораль и нравственность, они бесклассовые. Нет, они тоже классовые. То есть, есть мораль трудящихся. И согласно этой трудящейся морали, вот, любовь, высокое чувство. А с точки зрения буржуазной морали, вот сейчас заклеен весь город. Таня, Маша, Вера, Галя. Жена на час. Отдых дорого и так далее. Вы что, думаете, это невозможно пресечь? На самом деле, с правовой точки довольно срочно. Потому что по закону можно наказывать кого? Держателей публичных домов. А, собственно говоря, тех, кто торгует своим телом, нет никакого закона, по которому можно наказать. И не надо их наказывать. Наказывать надо держателей. Если есть телефон, это же телефон тех, кто это дает, кто это расклеивает. Это целая индустрия. Целая индустрия существует, нелегальной проституции в Нейнграде, которая и в других городах. Вы начнете морализировать, скажете, а она скажет, а где я буду работать? А что я скажу? Я могу сказать, я могу строить на работу? Нет. А зачем безработица у нас 4%? Скажите, пожалуйста. Как вы думаете? Это вот буржуазия глупая такая, она не может посчитать. Вот столько есть работников, вот столько рабочих мест. Она не может посчитать, сколько надо рабочих мест, чтобы было... Все рабочие места задействованы, чтобы не было безработных. Можно посчитать? А компьютеров не хватает. У нас же цифровизация экономики. Цифра у нас. Правительство вошла, цифра. И что по этой цифре не ясно, что надо сделать, чтобы было? Так не надо так делать. Потому что если есть безработные, то вот вы будете со мной ругаться на заводе? Пререкаться? Доказывать, что... А за вами стоит три гастарбайтера. Раз я вас видю, они будут работать. Вы имеете в виду, будете со мной тут спорить, вас уже не будет. Вы со мной будете спорить, вас не будет. В чем смысл безработицы? Безработицы, нестихийные бедствия, это непременный атрибут любого буржуазного общества, поскольку это гирин на ногах у кого? У рабочего класса, чтобы он не требовал большую зарплату. А то вы начнете... И так денег у нас мало. Мне вот до островов не доехать, где у меня собственность. На острова. А вы требуете высокую зарплату. Так что вот имейте в виду. Ну вот, собственно, если кратко, то мы с вами вопрос о нормах разобрали. О нормах разобрали. А теперь вопрос о нациях. Значит, некоторые люди, которые ищут легких решений, очень просто решают все национальные проблемы. Они слово нация, национальность, народ, народность выбрасывают и говорят, этнос, 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 этнос. Все это этнос. И народность, этнос, и нация, этнос, и национальность, этнос. Все это этнические проблемы, и тогда проблем будет как и нет. Просто есть разнообразие. И все. Но если подходить к этому более глубоко, то есть изначальное положение, когда были, складывались нации, а нации складывались на ходе товарного, развития товарного производства из всякого рода племен. То есть раньше принцип формирования племен какой? Кроме родственной. Сейчас это трудно понять, потому что вот у вас племянник есть? Сколько? Семь? О, здорово. Семь – это хорошо. Вы ближе к пониманию, чем все остальные. Потому что, но все равно вы далеки от того, что было раньше. Вот смотрите как. В царской России нормально было что? Одиннадцать, тринадцать детей. Да? Вот они стали взрослыми. А? В семье, в семье. Нет, в семье тринадцать детей. Нормально? Как нет? Было и по тринадцать детей. Одиннадцать, тринадцать детей. Ну, у Ленина было пять человек только вон. Четвертый ребенок. То есть это сейчас так мало. А было вот одиннадцать, тринадцать. Ну вот, ну хорошо, десять. На десять сойдемся. Вот десять было, знаете. Большие были семьи. Вот десять. Если десять. Вот они стали взрослыми. Девочки вышли замуж. Мальчики женились. Из этих, у этих детей, у своих десять по десять. Десять на десять сто. Сколько тогда двоюродных братьев у каждого? Девяносто девять. И сестер. Девяносто девять. Вот и племянники, это вот они племя-то и образуют. Я показала, сколько лет. А? Мне показалось, сколько лет, на самом деле, у меня один племянник. Один племянник? А, ну я думал, у вас. Ну это не страшно. Не страшно я говорю. То есть, сейчас это вот происхождение кажется немножко странноватым. Почему племянник? Да потому что так вот сразу получилось. Это кровно-родственное родство. То есть, если имеется кровно-родственное родство, это что? Это племя. Или в дальнейшем развитии племена соединяются, и получается национальность. Национальность. То есть, если это национальность, то тут обязательно есть кровно-кровное родство. Но очень далёкое может быть, правда? Кровно-родственное родство. И вот получается, скажем, по национальности человек-украинец. Но это он, хотя по национальности украинец, а живет он в Саратове, и родился в Саратове. И украинский язык он и не знает, и никогда на нем и не говорил. Вот у меня был такой товарищ, профессор Рященко, Борис Романович, разведчиком был в войну. Вот один из таких самых надежных и твердых людей. А соавтором моим был Николай Андреевич Моисеенко, заведующий кафедрой управления и планирования социально-экономических процессов экономического факультета. В войну командир полка «Катюшка», кавалер ордена Александра Невска. Вот у меня с ним вместе написано четыре книги. У него русская жена. Русская, то есть это уже русская по национальности. Соответственно, двое детей, две девочки. Одна девочка старшая, Света, записала себя русская. Ну, раз она у нее, когда записывали еще паспорт. Мама русская, папа украинец, пишет. Русская вторая решила, что она будет украинкой, поскольку папа украинец, младший. Наташа написала «Украинка». И вот две родные сестры, одна русская, другая украинка. Вот дружба украинцев и русских в одной семье. На кафедре у нас было много русских, много украинцев. И никаких, конечно, проблем национальных не было. Но это национальность. То есть для национальности тоже характерно кровный родство. Если вы возьмете, скажем, малые народы, то есть малые национальности, то они называются народностями. И вот таких народностей на севере много. Там лопари, там другие. А если вы поедете в Дагестан, зайдете, на одну гору тут одна национальность, на другую гору другая национальность, и они их настолько... Еще различаются языки, и поэтому, кажется, русский язык – это верное средство ему хоть общаться между собой, представителям разных национальностей. Это народности. То есть есть племя, есть народность, есть национальность. Но было время, когда национальность записывалась в паспорте. Вот у меня, когда я получил паспорт, у меня была запись, что я русский. Теперь я никому не докажу, что я русский, потому что у меня такого документа нет. А как сейчас определяется национальность? А очень просто. Сейчас проводятся переписи. А переписи как проводятся? Придет тетя и ведет к вам домой, спросит, какая у вас национальность? Вы что ответите? Я что отвечу? Да. Во-первых, вы имеете право не отвечать. Правильно? Это же вы не у следователей, скажете, знаете, тетенька, не хочу я вам отвечать, идите домой, и все, и закройте за ней дверь. Во-вторых, если вы захотите ответить, меня спросите, а какая у меня национальность? Занзибарец. Еще вопросы есть? Нету? У нас же как сейчас определяется национальность? Вот что скажу, то и будет. И все. Хотя национальные проблемы есть, а национальности нет. Хорошо это? Ну, то есть люди, которые решили, что давайте не будем ничего писать, закроем глаза и будем в темноте ловить мышь, решать национальные проблемы. А заодно уберем министра по делам национальности. Тоже вроде как. А зачем? Национальности нету, нигде не заберем, и министра не надо. А национальные проблемы только выросли. А был, Абдулатипов был министром по делам национальности, еще когда был Верховный Совет. А сейчас Медведев как услышит, что по делам национальности, ему сразу мерещится товарищ Сталин. Он был нарком нац с усами. Страшное дело. А он еще был народный контроль, и еще был Раб Крин. Нет, Раб Крин и... Сейчас скажу. По делам национальности. А, ну да. По делам национальности Раб Крин и генеральный секретарь был. Три поста у него было сразу. А есть понятие, о котором мы должны поговорить сегодня? Нации. И сразу скажу, что понятие нации совсем не тождественно понятие национальности. В нем нет ни капли кровнородственных моментов. Ни капли. То есть принадлежность к нации где-то исторически связана с национальностью, но на сегодняшний день она, всякая нация, получается из смешения национальностей путем ассимиляции. То есть какие-то нации потихонечку национальности сходят на нет, какие-то национальности становятся более широкими, и когда и формируется нация в результате того, что развиваются рынки и начинается дележ рынков. Этот рынок один, этот рынок другой и появляются разные крупные нации. Понятие нации. Кто-нибудь знает, что такое нация? На одной территории проживающие жители. Дальше поехали. Нет. История никак. Ну вот представьте себе, вот вы переехали во Францию. Завтра поедете. Сегодня сейчас вам некогда, вы тут сидите, еще решили экзамен сдать, а потом раз и во Францию ехали, на постоянное место жительства. У вас какая будет? Какой нации будете вы принадлежать? Ну, конечно, по-французски надо научиться говорить и куда-то устроиться на предприятие французское. А куда вы устроите? На российское, что ли, там? На французское устроиться. И кто вы будете? Ну, француженка вы будете. Француженка вы будете. А? Да. Ну, а если вы поедете в Америку? У нас что, мало? Уехало в Америку. Вот с Матмеха, где я был студентом, уехала половина. И они составляют программы. Поэтому, когда наши, вот, Microsoft говорит, как вы там только не, не вскрывайте, не открывайте эти программы. дескать, это мы это сделаем, что мы это сделаем, то наши товарищи и делают эти программы. Соответственно, наши программы, может взломать любую программу, и никакие там ограничения не помогают. человек приехал в Америку и является там человеком, принадлежащим к американской нации. Если он будет, конечно, там не просто приехал и уехал, если он приехал на постоянное место жительства раз, говорит на английском языке, но с американским акцентом. Знаете разницу? Нет, между английским и американским. В чем разница? Ну, никто рисовал, никто не... Ну, это да, но поскольку мне приходилось с разными людьми встречаться, но у них отличает всегда. Американцы, они же к самому большому государству, самому мощному, самому крупному ведущему к анализации. Поэтому, если вы меня спросите, как меня зовут, по-английски, я скажу, my name is Michael. А вот спросите меня еще раз, если я американец. my name is Michael. Да и рот даже не откроешь, чтобы вам отвечать, у вас какая-нибудь. Понятно? И так вот они, так и в такой манере, причем самого разного уровня людей. тем не менее, вот такая манера есть, так сказать. Они так смотрят, так и представляешь, как они там вот ноги поставили на маленький столик. Но это и очень зависит от конкретного положения, конкретного человека. Такая вот некоторая особенность, она проглядывается. Хотя это, ну вот человек имеет английский язык. Например, у нас Павлиянин Соломонович Бляхман на экономическом факультете. Он все время читал там шаги перестройки, шаги реформы и так далее. Сначала дочка уехала в Америку. Евреи по национальности. Дочка уехала, а он продолжал здесь работать. Потом он тоже туда уехал, но обратно, он у нас, вот мы с ним вместе на одной кафедре работали в ИПК. И вот он снова, значит, приезжает. Почему? Здесь дешевая медицина, он лечится, приезжает сюда, а деньги получать уезжает туда. И все время с секретарем стран СНГ, у нас это был секретарь стран СНГ, тоже с нашей кафедры, он с ним, с кафедры политэкономии ИПК, он с ним книжки какие-то совместные здесь писал. Потом он решил тоже туда, на постоянное место, уехать. И вот он рассказывал нам, что вот живем мы в Америке. Мы, конечно, американцы теперь. Это ясное дело. Но если нас в России считали евреями, то в Америке нас считают только русскими. И никто нас там евреями не считает. Раз вы приехали из России, вы русские. Да, наверное, вы знаете, при оформлении всех документов при выведенном вебе, там пишут национальность Раша, и все. И кто вы там, чего вы тут, это никого не интересует. Тем более, у нас никаких документов о национальности нет. Вы никак не можете доказать свою национальность, у вас ничего. Нигде не записано. Нигде и никак. Поэтому Раша. Итоги. Как определяется нация? Нация – это общность людей, основывающаяся на общности, территории, экономике, языка и культуры. Или вот у Сталина звучало так, и психического склада характера основана на общности культуры. Но это все сводится к культуре, потому что уж не с психики дело. И что тут есть? Ну, ясное дело, территория, если нет территории единой, нет единой нации. Есть евреи, как нация, единая, нету. Есть евреи, русские, принадлежащие к русской нации. Например, русский художник Левитан. Видели картину художника Левитана? Прекрасная же картина. Русский художник. А как правильно называть? Русский художник еврейского происхождения. А есть диктор был, Левитан. Ну, это русский диктор еврейского происхождения. У нас было, например, в группе, когда я учился на матмехе, студент Эдик Уйба. Пишется, эстонец, писался, когда писался. Никаких эстонцев он никогда не видел, никакого эстонского языка не знает, никогда в Эстонии не было. Ну, когда-то у него кто-то в роду был один вот записан эстонец, так и пошло. Эстонец, эстонец, эстонец. Ну, кто он такой? Значит, он русский эстонского происхождения. Тот же Борис Романович Рященко, который у нас был из Саратова, Саратовского разлива, украинец. Мы так его и, собственно, и числили. Русский украинского происхождения. Их очень много, таких русских. Вот сейчас у нас, это продолжается, этот процесс, из всех республик бывшего Советского Союза наиболее тесные с нами связи имеет Киргизия, Кыргызстан. Кыргызстан. Там русский язык изучают больше, чем киргизский. Здесь людей из Киргизии очень много, им сюда приехать очень просто, они паспорт свой берут, родной, приезжают, регистрируют, год они могут здесь находиться, в конце года снова должны еще раз прийти, показать, что они еще собираются год, штамп поставить и еще год, и так до бесконечности. Многие уже женились или вышли замуж, у них есть дети, но как вы думаете, дети на каком языке говорят? У них родители это на русском языке говорят, а дети уж тем более на русском языке, в школе, в детском саду и так далее. Ну и кто эти теперь люди? Ну вот я с ними иногда встречаюсь, так говорю, ну так я понимаю, вы русский и гиргизского происхождения. Ну и так далее. Но вот если вы возьмете Израиль, страну, в ней вот можно сказать две нации, есть израильская, еврейская нация, там есть общая территория, экономика, языка и культуры. Есть арабская тоже, израильская нация, тоже там есть общая экономика, язык, культура и территория. Но с экономикой там вот они, с территорией они вечно, так сказать, еще враждуют между собой. Что из области теории важно знать в отношении национальной проблематики важно понимать принцип права нации на самоопределение. Вот если мы предложим к разным нациям, у нас союз надо на какой основе заключать? На основе признания права нации на самоопределение или вот если я с вами хочу заключать союз, но право нации на отделение не признаю. Как вы пойдете на союз? Нет. То есть если я хочу рассчитывать на то, чтобы люди соединились в самый тесный союз, надо признать право тех, кто соединяется в союз, право на самоопределение вплоть до отделения. Содержание этого права позитивное или негативное? Содержание этой нормы права сугубо негативное, то есть нельзя насильно соединять в союз нации. Правильно? То есть нации в союз могут собираться только добровольно. Точно так же, как брачный союз. Брачный союз, если у нас было время, царское время, когда невозможно было расторгнуть брак. И вот тогда можно было вполне говорить о браке по любви, когда брак может быть расторгнут. Но это вовсе не значит, что право на расторжение брака вовсе не означает призыв к расторжению брака. Правильно? Если принимается право, признается, любой может расторгнуть, но никто к этому не... Особенно дети терпеть этого не могут. Когда отец с матерью начинают ругаться и разводиться. Потому что это их раздирает пополам. Точно так же и в отношении союза республик. Вот для того, чтобы республики соединялись в единый союз, они должны иметь право на самоопределение вплоть до отделения. И на этой основе формировался Советский Союз. А потом, если вы помните, был референдум 1991 года, который люди в большинстве своем ошибочно считают референдумом за Союз. Потому что на самом деле это референдум против Союза. Там какой был вопрос? Вы за обновленный Союз Советских Социалистических Республик как Союз Суверенных Государств. Что такое Суверенные Государства? Знаете, что это такое? Это те, которые совершенно отделены друг от друга. А вот в гимне Советского Союза как пелось? Союз, Великий Союз, Союз нерушимый Республик Суверенных или Республик Свободных? Свободных. Но они свободно соединились в Союз, а не в Суверенных. Некоторые думают, что этот референдум сплотил Союз. Некоторые думают правильно, что он его уничтожил. Но на самом деле уничтожение Советского Союза было в 1990 году. В 1990 году приближается такая дата 12 июня. Что это за дата такая? Что такое за решение было принято и которое будет отмечаться? Не знаю, сейчас все больше грусти с чем. Что мы собираемся с 12 июня отмечать? Собственно говоря. А? День России. Что? Что? День России. Что здесь День России? Что произошло с 12 июня? Распадает. Нет, ничего не распадает. Ничего, самораспадающийся, это вам не ядерное топлива. А? Чего день? День? Нет. Это День Свободной России. В этот день, в 1990 году, съезд народных депутатов России принял решение о верховенстве законов России на территории России. Вы понимаете, что это такое? То есть, если это верховенство законов России, то на территории России законы Советского Союза не действуют. Что значит, распался? Вот этим решением уничтожен Советский Союз. Когда? В 1990 году, 12 июня. Можете погоревать, кто горюет, можете порадоваться, кто хотел, чтобы он был уничтожен. Вот такой день. А потом наши братья, в июле, кто у нас братья? Белорусы и украинцы. Они тоже приняли решение в июле, дескать, ну, старший брат тоже принял, и мы тоже самое, на территории Белоруссии верховенство законов Белоруссии, на территории Украины верховенство законов Украины, и оказались другие республики наши, как дураки. Что им теперь делать? Вы же прекрасно понимаете, что это собирало Россию и собирало союз нерешимый республик свободных сплотило навеки Великая Русь. А Великая Русь говорит, что у нас на нашей территории верховенство законов России, союзные законы не действуют. Что? Можно арестовывать, между прочим, союзную руководство. Что и сделали. И вы арестовывали. Вот и все. Ну, журналисты должны это знать, чтобы так и не получилось, что мы как бы не знаем, что происходит. Как-то смотреть в это. Особенно на фоне того, что сейчас рассказывают такие сказки, что вот развалился Советский Союз, отлично придумали союз, который саморазваливается. Что это? Как развалился? Сколько лет понадобилось для строительства Советского Союза, построения социалистического Советского Союза, когда социализм был построен? 18 лет. А сколько разваливали? С 61-го года по 91-й. 30 лет разваливали, 30 лет уничтожали, это была трудная и тяжелая работа. Почему в 61-м? Потому что в 61-м году программа партии объявилась, что диктатура пролетариата уже не нужна. Все. А раз она не нужна, устанавливается стала диктатура Буржуазии. Вот она установилась полностью в 91-м году. Это переходный период от коммунизма к капитализму. Вот так. Но это нации. Вот, следовательно, вопрос о нации не надо смешивать с вопросом о национальности. И в вопросе о самоопределении нации надо стоять на том, что сам принцип самоопределения нации это лишь условия свободного союза. А призыв-то к чему должен быть? Позитивная эта программа в национальном вопросе какая? Союз нации или разделение нации? Союз. Да? Пролетарии всех стран соединяйтесь или разделяйтесь? Какой лозунг? Какой лозунг? А лозунг это призыв к действию. Соединяйтесь или разделяйтесь? Конечно, решет о союзе. Если будет другой лозунг, будет война, кровь. Война и кровь пошла. Национальные проблемы были в Советском Союзе? Пока решался вопрос на основе того, что каждая нация имеет право на самоопределение вплоть до деления. Например, право на отделение автономные республики не имели, они, так сказать, не имели какой-то особой территории, вокруг них была территория России, поэтому они именно автономные в буквальном смысле слова. А вот все союзные государства имели право на самоопределение вплоть до отделения. Более того, по итогам Второй мировой войны, когда собирался совещание, там вот Сталин, Черчилль и Рузвельт собирались, было решено, что в ООН в Совете Безопасности будут представлены не только Советский Союз, но еще будет Украина и Белоруссия. Не все, но вот эти крупнейшие республики были представлены. Ну и вот сейчас национальные проблемы у нас есть? Есть. А есть министров в делах национальных? Нет. Давайте сделаем вид, что у нас их нет. Точно так же бывают очень интересные такие вещи. Вот у нас вопрос борьбы с наркобизнесом важнейший вопрос. У нас потребление наркотиков сокращается или растет? Количество наркоманов сокращается или растет? А? Растет. Это все знают. И что вы думаете? Взяли и так по-тихому ликвидировали антинаркотический комитет. Он тебе не нужен, что ли? Ну, никто не занимается специально этим. А занимался товарищ Иванов. И это был очень сильный комитет, который имел необходимое и оборудование, и вооружение для этого дела, потому что это дело непростое. У нас же надо бороться было с теми, чтобы делали посадки. И вот товарищ Иванов писал, например, что вот у нас зачем-то было подписано соглашение о уничтожении конопли. Из всех видов из конопли делают канаты. Вот канаты еще при Петре делают. Конопля, в отличие от льна, которая имеет вот такую величину волокон, а конопля имеет вот такую. Ну, я видел коноплю, поскольку у моей прабабки на огороде конопля росла, и я сам делал из нее веревки. Срываешь эту коноплю, ломаешь, это все от стебля осыпается, остаются волокна. Их скручиваешь вот так, и получается веревка. Если веревку скручивать, получится канал. И когда нужно было что-то, веревку для чего-нибудь, идешь на огород, раз-раз-раз-раз, сделал веревку и перевязал. Так вот, Иванов говорит, что из всех видов конопли только один вид, индийская конопля, пригоден для изготовления наркотиков. А все остальные виды конопли обладают свойством, что они уничтожают индийскую коноплю, подавляют ее. Если вы будете сеять другую коноплю, другую коноплю, и эта конопля будет уничтожаться. А так, говорит, мы приезжаем на самолетах, на вертолетах, прилетаем, сжигаем эти посевы, уничтожаем. Но это, говорит, мы правильно делаем. Вообще-то не мое дело сажать, но зачем мы подписали эти бумаги насчет того, что мы не будем высевать коноплю. А в других странах продолжают высевать. А мы были страной, которые, канат это, пеньку, пенька, то же самое, пеньку мы экспортировали в больших объемах. Нет теперь такого комитета, может потому, что он, так сказать, как-то очень активно боролся, не всем это надо, может быть лобби такое очень сильное. Ну кто у нас такие самые богатые? Мы не знаем, откуда происхождение денег. С одной стороны не знаем, с другой стороны мы знаем, что самое денежное дело, самое денежное дело, вот здесь у нас капитализм, то есть надо бороться за прибыль. Самое главное это прибыль. От чего больше всего прибыль? От наркотиков и от лекарств. Наркотик как бы не явно, а лекарства явно растут, и у нас богатство на этом строится. Поэтому и такие вот цены лекарства в том числе. Вот если столько много аптек открытых, это что думаете, так заботятся о нас? Или просто это такой выгодный бизнес, близкий к производству и продаже наркотиков, что все открывают и разные, и рядом стоят, причем рядом, вот вплотную одна аптека и вторая. Примерно, на Комендантской площади стоит одна аптека, доктор, и дверь с ней вторая аптека, называется социальная аптека, хочет туда зайти, хочет туда идти. Но когда нужен какой-нибудь препарат, и туда пойдешь, и туда пойдешь, и его нету, потому что никакой системы такой строгой нету, потому что это не государственные, частные аптеки. Все. не надо экономить на своем здоровье, это наш лозунг. Вот и вы и не сэкономите на своем здоровье. А мы на вашем здоровье и сэкономим. То есть, как раз получим прибыль. Вам песня строить, нам жить помогает. Болезнь ваша нам жить помогает. Больше болеете, больше продажи. Меньше болеете, меньше продажи. Зачем тогда бороться? Как вы думаете, у нас расходы на здравоохранение выросли за три года с момента объявления реформы здравоохранения или сократились? У нас же все-таки государство демократическое, у нас газеты печатают данные. Вот коммерсант напечатал данные, что расходы на здравоохранение за время реформы сократились на 7%. Ну, если они сокращаются, что должно быть? Скажем, в Москве, если вы знаете, был большой шум, уволили 5 тысяч врачей. Взяли и уволили, квалифицированно, 5 тысяч. Ну, поскольку они бунтовали, и другие люди, им дали по 500 тысяч рублей, чтобы они замолчали. А они пошли куда? В платную медицину. Вы к тому же врачу придете, только теперь за большие деньги. Разница. Так. Следующий вопрос, это вопрос, который мы должны рассмотреть в оставшуюся революцию. Вопрос культуры. Кто-нибудь может мне сказать, что вы люди культурные, мне неудобно вам рассказывать, может кто-нибудь скажет, что такое культура? Вот что такое культура? Вы же точно знаете. Вот. Да, вы. Культура, это что такое? С чем его идёт? То есть вы как-то так вот уклонились, да? Ну, хорошо. Вот это мне всё время говорят. Я говорю, ну, если есть много. Некоторые прямо говорят, 500. Ну, хорошо, если есть 500, одно дайте, дайте одно из этих, из этой всей картины, этой суммы, у вас в сумке 500 этих определений. Вытащите одно и процитируйте, пожалуйста. Например, есть одно из этих американского СССР. Что же? Вы представляете культуру как систему эстетических взглядов, нравственных оценок и стих жизни как способ продвижения собственной неповторимой индивидуальной. Видите, как способ взглядов, если у меня взгляды. Культура может быть в загоне, а взгляды у меня самые светлые. Красота, какое определение просто. Культура разваливается, и театры могут разваливаться, и музеи, и библиотеки разрушаются, и зарплата там маленькая. У меня все хорошо. То, что взгляды у меня чистые и красивые. Поэтому, значит, поэтому этот вопрос у меня не праздный, и понятно, что журналисты, конечно, должны знать, что такое культура, и хотя у нас вроде не так много времени, но по крайней мере если фиксировать, что такое культура. А вот сейчас человек с портфелем, он точно знает. У вас портфель свой. Культура, можете сказать, что такое? Это как зависит от твоего портфеля. Ну, конечно, человек с портфелем должен знать, что такое культура. Вот человек в очках не знает, а вы в портфеле. у нас это совокупность ценностей и можно в разных масштабах и рассматривать. С одной стороны, рассматривать мы потом будем. Сначала вы скажите, что, тогда мы будем это и рассматривать, а то вы не сказали, что уже рассматривать. Как-то мы так не можем. Вот совокупность ценностей, это вот я открываю сундук, у меня там всякие разные ценности. Культурные, да? Ну, а какие я знаю, что они культурные? Ценности. То есть, если всякие есть там, вот у вас есть платье хорошее, костюмы, открываешь шкаф, это культура и есть, да? Понял? Ну, как нет, каповашки? Не материальные. Почему это не материальные? А, не материальные, духовные ценности. А что, материальной культуры нет? А что же тогда, вот горшки всякие там, амфоры изучали? Археологи ходят, собирают ножи, потом топоры, молотки, средства производства. Не слышали такое? Музеи были когда-нибудь? Вот они хранят. Вот у меня музеологи как раз учатся. Я вот сразу узнаю по специальности, кто вот культурологи, они не знают, что такое культура. Конфликтологи, они не знают, что такое конфликты. А музеологи обычно не знают, что такое музей. То есть, это вот совершенно стандартная ситуация. Тогда я чувствую, что хоть какая-то польза от философии нашей есть, хоть люди узнают. Вот я чувствую, хоть вы и поздно пришли, но сейчас вы узнаете, что такое культура. Культура, а важно вовремя прийти, когда еще вот, он пришел тогда, когда еще это не было, а вот сейчас, вот, как раз его слышат. Культура, это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Вот были войны, было производство, была жизнь разная, были революции, а все это угасает в культуре. Угасает, и вдруг там просто в оперном театре, вдруг в опере, оказывается, работница такого-то завода, выходит на площадь, и среди них оказывается кармен. И там военнослужащий, оказывается, с которым у них возникает любовь. Вот, я так скажу, мы смотрим оперу, но там-то уже другие, уже тут эстетическую все это имеет, природа, а не столько какую-то классово-социальную. Наукопленный вот, вот, в связи с этим определением, которое я дал, скажите, пожалуйста, вот немцы из нашей территории строили газовые камеры, это объекты культуры? А почему нет? Ну, я определение вам дал культуры, вот, в соответствии с этим определением, это объекты культуры или нет? Нет. Я же написал, сказал, накопленный опыт человечества, опыт состоит в том, что надо уничтожать всякого такого рода объекты, как враждебное человечество. А тех людей, которые их строили, их надо вешать. В этом состоит культура и что ей было сделано по решению нюрнбергского процесса. Правильно? Вот накопленный опыт человечества по отношению к фашизму выразился в нюрнбергском процессе и в соответствующем отношении. Поэтому зверства всякие могут быть в истории. Не путаем мы историю и культуру. культуры. В истории было всё. И положительное, и отрицательное. А культура это вбирает в себя опыт. Это вот положительное, а вот это фиксируется как отрицательное. То есть правильное отношение к отрицательному это и есть культура. А само отрицательное в культуру не входит. Так что стало отрицанием. То, что враждебное человечество не входит в культуру. В культуру входит только то, что является либо позитивным в развитии человечества, либо отрицанием негативного. То есть отрицание негативное это тоже позитивное, но как отрицание, отрицание чувствуете не понятно то есть если вы делаете какие-то ошибки и вот история показала что это именно ошибки то отрицание вот этого то что было в истории в этом вот это накопленный опыт вы как опыт понимаете то есть ли я провалился в яму то опыту состоит том чтобы еще провалиться или в том чтобы больше не проваливаться в этом месте в эту я что получается вот опыт вот опыт бывает либо материальный состоит том что вот так делать не надо не получится у вас амфора если так будете делать а опыт состоит в том что это навыки технологические на навыки которые постепенно усваиваются как вот хлеб пекут вы можете вот начнет вы можете такой хлеб испечь вы не сможете я не смогу в котором ничего не подгорит и посмотрите сколько какая толщина буханки вот как можно такое есть это вот такой опыт который может только производство сохранил отдельные люди ну блины и мы можем ну и можем пироги испечь но чтобы вот так вот так вот пропеклось все это для этого большая культура над им нужно иметь опыт человечества да конечно потому что оружие непременно и атрибут защиты того того положительное положительное как отрицание отрицание у нас есть два вида положительного должно усвоить из курса философии Бывает положительное само по себе И положительное, как отрицание Отрицание Например, государство само по себе не положительное Потому что государство, это что такое? Это насилие по отношению к людям, правильно? Вот у нас государственный университет Вот придете на экзамен, плохо будете отвечать Давай выгоним Ну что тут положительно? Вот сидит хороший человек, вроде я так тоже сижу, вроде нормальный человек Потом я взял его и поставил Это же страшное дело, понимаешь, какие-то права даны Вот он придет, все в хорошем настроении Положительное Это оправданием силы государства Может быть одно, что оно направляет Свою силу против преступников Против нарушителей законов Против отрицательного Отрицание отрицательного Есть положительное А чем орудия могут быть? Что? Оружие и война, чем могут быть оправданы Ну как чем? Вот скажем, наш ракетно-ядерный щит на сегодняшний день Не единственная гарантия того, что нет ядерной войны Ну не было бы у нас Ну кинули бы сюда две бомбы, как на Хиросиму кинули И все, и не было бы России Или вы думаете, нам бы не кинули? Вот на Хиросиму бросили и на Гасаки А вот сюда бы не кинули, на Ленинград и Москву Вы так наивно, что ли, настроены? Что нас любят, что ли? Да нам же в прямую говорят, что слишком много территорий вам досталось Слишком много Зачем вам столько территорий? Надо забрать Ну вот взяли, что сделали с Ираком Что сделали с Югославией Что сделали с Ливией Что остановит здесь? Что останавливает? Вот останавливает ракетно-ядерный щит Созданный в советское время Сейчас вот пытаются это сохранить Но, скажем, у нас сколько максимальное количество боеголовых На наших ракетах новых, российских? Четыре А на советских плохо было боеголовых? Десять И сейчас только решают задачу, как преодолеть систему ПРО А дети десять, они преодолевают Это культура Потому что, а культура состоит в том, чтобы создавать не тогда, когда Как говорится, ну вот Наступила война, если завтра война, если завтра в поход Если не завтра надо, а за много десятилетий это делается Такие вещи, как наука, это относится к культуре, правильно? Наука тоже накопленный опыт человечества, но выраженный уже в научной форме Традиции народные, это тоже накопленный опыт человечества Не случайно же такие традиции возникли Потому что народ, так сказать, и так пробовал, и так пробовал И пришел к тому, что вот такие вот традиции надо сохранять И так далее Причем строго делится на материальные Здания, сооружения, средства производства, о которых мы говорим В том числе и вооружения Средства защиты от нападения возможного врага И духовная культура А духовная культура, это сюда входит и наука, и искусство, и литература, и архитектура Все сюда входит Но оружие не только же средства защиты, это очень часто средства нападения Средства нападения, это и есть средства защиты Если будете готовить войну против меня, мы на вас нападем раньше, чем вы на нас Ну вот так А как вы собираетесь Ну а как Ну неужели непонятно, что таких войн Вот только дураки могут думать, что вот может быть война У меня только оборонительное оружие А у наступающих только А у них и оборонительное наступающее Кто проиграет? Те, кто имеет только оборонительное, те и проиграют Ну как вы представляете оборону? Вы у меня заняли полстраны, а я только могу обороняться Ну давайте вторые полстраны забирайте Ну чтобы мне отобрать полстраны, которую нас захватили Нужно наступательное или нет? Ну о чем вы говорите? Ну мы от Сталинграда снова пошли в Берлин Для этого нужно было только наступательное, а не оборонительное Оборонительное нужно было немцам иметь А нам нужно было иметь наступательное И вот ты вот такой вот культурный человек И вот такие вещи говорите Ай-яй-яй Ну сейчас это, ну это на экзамене Не говорите такого Так, и вот мы подошли к последнему нашему вопросу Это вопросу о том Что такое цивилизация? И что такое цивилизационный подход? Ну вот что такое цивилизация? Это есть два, двоякое понимание И два, в общем, вида категории с одним и тем же названием Или цивилизация противостоит варварству и дикости, да? Это вы все знаете Было варварство, была дикость, потом варварство, потом цивилизация Когда люди начали, уже получили письменность И с этого момента народы могут передавать то, что Передавалось только из уст в уста Вот от одного поколения к другим в устной форме Теперь это, так сказать, появилось в качестве письменной культуры И с этого времени можно считать, что мы теперь цивилизованный народ Хотя, если вы сейчас откроете, там, скажем, включите радио Или нам все время говорят И вот в цивилизованных странах кто, а у нас вроде как не цивилизованные Кого имеют в виду, я не знаю Это на вас нападают, говорят, что не цивилизованная страна Кого это имеют в виду, так подозревают И второе понимание цивилизации Цивилизация, когда мы говорим о цивилизации Когда мы возьмем не только то, что вот Мы брали очень важное, нужное, основное при рассмотрении формации Формация раздает полную картину обществу или нет? Категория формации дает полную картину обществу? Нет, почему? Формация это что? Это базис экономический, это основа Так, это способ производства, производительные силы и производственные отношения И на нем политическая, идеологическая, юридическая надстройка А вопрос национальный за рамками И этого нету в понимании формации, там не рассматривается этот вопрос Вопрос культуры за рамками И вопрос истории, вот сегодня вы спрашиваете История как? А история, ну только в смысле перехода от одной формации к другой Берется история, но очень крупными такими шагами И крупными такими мазками Но есть одно дело, значит, капитализм на огненной земле Другое дело, капитализм на Занзибаре И третье, капитализм в Исландии И капитализм США, и капитализм, допустим, в Испании И все это разное Или капитализм в Греции Все это разное Почему? Разная культура Разные нации и разная история И вот если мы хотим получить полную картину общества То мы не должны ограничиваться просто тем, что мы выяснили К какой формации это общество относится Ну выяснили и хорошо Что выяснили, но этого мало Вы скажете, это основное Да, основное, но нельзя быть Это вот фундамент, а где здание, которое на этом фундаменте Это основное Давайте мы возьмем все во всем богатстве его составляющих Вот рассмотрение общества как цивилизация Цивилизация – это рассмотрение общества во всем богатстве его определений Во всем богатстве Куда входит и история, и нация, и культура А не нравственность И нравственность, и история, и нация, и культура Все это входит в понятие цивилизации Но есть люди, в том числе в философии, которые говорят Есть вот информационный подход, а есть цивилизационный Но это люди, которые, так сказать, вот метафизически смотрят на этот вопрос Не так стоит вопрос Вопрос стоит по-другому Что недостаток, что вот картина формационная Она позволяет обобщить разные нации, разные государства, разные народы С разной историей, с разной культурой И выделить то общее, что у них есть Но нельзя ограничиваться общим Надо уже применительно конкретной стране Учесть и нравственность, и культуру, и нацию, и историю обязательно И когда мы все учтем То вот это более богатое изображение, полное изображение И будет изображением этой же страны, как цивилизации В основе этого изображения, как цивилизации, конечно, лежит формационный подход Но он только в основе лежит, а вовсе не исчерпывает То есть мы, когда мы говорим это, это очень важно Вот очень важно, что у вас такая умная голова Но это не значит, что голову надо отделить как важное Другой выбросить как неважное Никак То есть из того, что мы говорим, что это важное, фундаментальное, основное Вовсе не следует, что надо вынести за рамки и все остальное Нет, нельзя И поэтому, хотя у нас со временем он и не так богато в этом курсе Но тем не менее мы не могли не довести это дело на последние лекции до цивилизации Вы цивилизованный человек? То есть вы не абстрагируетесь ни от наций, ни от истории, ни от культуры Ничто вот это вам не чуждо, правда? Ну вот это хорошо А то могло показаться, что вот вы только узнали, что база, что настройка У нас нет, как попугай, я это повторяю И не понимать, что если вы это взяли как основу Так вы на этой основе-то построите всю эту красоту Все это богатство составляющих, которые образуют цивилизации Поскольку у нас с вами предстоит консультация Я вам вопрос о вопросах ваших сейчас не задаю А у нас с вами не дали, как в понедельник В 17.30 здесь будет консультация, где не я буду вас спрашивать А накануне специальный экзамен, а так устроено Я говорю, вот вы меня поспрашиваете, а потом я на след на завтра вам отомщу И поэтому вы меня можете спрашивать в понедельник А я вас буду спрашивать во вторник В понедельник у нас с 17.30 здесь консультация А во вторник в 10 утра мы с вами встречаемся, получаем отличные оценки И в отличном настроении идем домой Значит, как у нас будет проходить экзамен? Вы имеете там большой перечень вопросов экзаменов Там 100-120 примерно Из этих вопросов вы выбираете те два вопроса, которые вам нравятся Любимые В чем это вот такая вот... В чем подвох с моей стороны? Сразу вам честно скажу Что вот вы выбрали любимые, а потом мне не можете на них ответить Значит, вообще вы ничего не знаете Поэтому если же вы выбрали любимые, так на них ответьте, пожалуйста, хорошо Потому что иначе вывод вот такой Вы же выбрали Это не то, что вы вытянули и случайно попалось Ну дайте я другой вопрос Нет, вы же выбрали любимые Все Никаких других вопросов Так что не думайте, что я такой добрый Я тут хитрый больше, чем добрый Но это нормально в принципе Потому что вот вы курсовую когда пишете Это вы же сами выбираете тему, правильно? А кандидатскую будете писать Вы же тоже будете выбирать Ну вы посоветуетесь с научным руководителем Но вы же ее берете, правильно? А докторскую вы будете писать Вот я уверен, вы будете писать докторскую Ну неужели вы не сами решите, а кто-то будет решать Поэтому решайте вы сами Но имейте в виду, что отвечаете вы за курс То есть вы там что-нибудь такое в этом вопросе вот такое наговорите Что к чему я могу прицепиться Я начну дальше копать Не надо давать меня копать Не надо Во-первых, не надо лишнее говорить Мало ли вы лишнее что-то скажете, что не знаете Человек должен так пойти и вот Показать себя Вы же показать себя должны С какой стороны вы себя хотите С отрицательной или с положительной От этого зависит оценка Ну человек хорошо отвечает на вас эти вопросы То есть вы написали, я посмотрю Но ясное дело, надо сделать так, что я посмотрел Некоторые товарищи мне вот уже в порядке предварительном Показывают страницу, которую невозможно прочитать Без... между строчками нету пробелов Такого я и читать не буду Или вообще нету справа поля и слева поля И мне даже никуда замечания не поставить И ничего не отметить Или допустим сверху не написано Никакой надписи А снизу нету подписи Подпись пишется под Я бы раньше вам не говорил Но я уже знаю из истории издачи экзаменов Что люди даже не знают, что такое подпись Что такое надпись И чем они отличаются Сообщаю, подпись пишется под А надпись пишется надпись Ну это я... Ну просто на всякий случай Потому что я с этим сталкиваюсь каждый раз Ну вот накопленный опыт человечества Говорит, что вот нету подписи Это что будет тогда? Если нет подписи на листке, это что? А? Это анонимка будет Анонимки я не рассматриваю Вы меня за это не осудите Вы прямо что Не рассматриваю анонимки И все Пока вы не подпишете Не буду рассматривать В общем, в каждой шутке Есть доля шутки Ко всему надо относиться Вы уже, можно сказать, на выданье Да? Ну все такое, четвертый Ко все То есть надо только не испортить Песню Здесь вы уже как бы Летите уже в полет Уже птицы А я тут вам захвасты держать не собираюсь Я считаю, что вы будете издавать хорошо Журналисты, это же люди Которые все знают И всем объясняют Всем людям будут объяснять всю жизнь Поэтому что я вам объясняю По сравнению с вами Я вообще никто в этой части Поэтому я надеюсь, что вы будете Издавать на отлично А я с удовольствием буду ставить вам Записывать отлично И подписываться Попов Спасибо за внимание Так Черняжка Яна Журналисты Подписи нет Только что говорила Подписи Подписи нет Вы различаете Надпись и подпись Вот я сейчас наберу Здесь Попов Михаил Васильевич Вверху могу Журналисты различать Должны подписи Надпись Под и над Вы различаете Два понятия И только что я говорил Вот живой пример Ужас Ужас Чем более Если можно набрать На компьютере Журналисты Тут поля есть Тут полей нет И что вы экономите На полях Бумаги жалко Ну вот вы Предполагаете Что я должен Что-то Смечать На полях А как вы думаете А как вы предполагаете Вы должны думать Вы видели Вот вы книгу Тащи С Хронявской Видели канал Видели книгу Без полей Кто-нибудь издаёт Книги без полей Это вот для себя Вот такое делать А когда вы для другого Книги Никогда без полей Не бывает Вы же для меня Это сделали Для преподавателя Да как вы сделали Вы так Делали Что мне Можно Мы сейчас о культуре Говорим Но культура Существует Для чего Для чего существуют Поля Для чего существуют Между прочим Еще поля Существуют Когда книги Потом уже Старые И потом Раз Обрезают Переплетают И они получают Новую жизнь А если вот так Как у вас Вот так вот Все уже Ваш выбросить То что будет А вдруг Потом найдут И будут сказать Вот сдавалось Будете великий Человек Меня все забудут А вас будут помнить Ваши бы слова Культура Культура Это то Что отличается От природы Отличается От природы Всякой дряни Ну как А то что Ну и что Ну а что Человек Разберял Человек Зоехал В лес Разорвал Там все Реки Перепахал Видели Вот сейчас Добывают Золото Уничтожают Реки Там Драги Идут Им нужно Деньги Получить Золото Продать Ну что Вы написали Это неправильно Культура У меня есть Ну как это То что Отличается Мало ли что Газовые камеры Отличаются От природы Или не отличаются Отличаются А у вас Вот они Подпадают Под ваше Определение Неправильное Определение Ну что я Должна вам Поставить За первого Опаса Два Это начало А дальше Но это не только Неприрода Это Неприродный Аспект Аспект Это сторона Это тоже То же самое Повторение Во всех Его управлениях И в положительных И в отрицательных То есть Всякая дрянь Тоже сюда Попадает У вас В культуру То есть Вы Как-то Зачерпываете Вот если Каша То с опилками Металлическими Как вам Кажется У нас же Экзамен Это же Не консультация На консультацию Вы можете Спросить Со мной Поспорить Экзамен Вы сейчас Вы выступаете Как бы Экзамен Какие споры Это страшное Дело Экзамен Что тут Спорить Бесполезно То есть У нас Нет ни одного Природного Аспекта В нашей Жизни Ничего себе У нас Нет Ни одного Природного Аспекта В нашей Жизне Это тоже Неверно Неверно Потому что Вот Вы сейчас Сидите Зачем Со столом А стол ЭтоSeven Вы или Природа Это Не я И не Природа 's Не природа Значит Вы просто Не понимаете Что Это А человечная Природа А человечная Вони Природа Природа очеловеченная. Как это не природа? Природа очеловеченная. Или вы это? Это вы что ли? Это кусок ваш? Вариантов у нас нет. Или вы это, или это природа. Или не мы. Ну не я же это. Или не я же, вот вы сидите не за мной, а за столом. Так это очеловеченная природа. Я вам научное название даю. Очеловеченная природа. А вы говорите, что это не природа. Тоже неверно. Можно говорить о культуре удовольствия. Сомнительно. Ну, можно говорить, можно чем угодно, но не найти таких аспектов человеческого существования, которые не включались бы в понятие культуры. Не в аспекты включается. Что включается? Аспект – это сторона. Переведите на русский язык «сторона». Не сторона включается, а какая сторона включается. Вот когда мы говорим «накопленный опыт человечества», включается только положительная сторона. Отрицательная сторона берется с отрицанием. Я вот сделал неправильную вещь и больше так делать не буду. Вот в истории было такое дело, но это отрицательное. Вошло в историю с отрицанием, в культуру с отрицанием, а у вас просто как сторона. То есть знак перепутали. У вас всякая дрянь входит в культуру. У вас и хорошее входит, и дрянь чака, и это неправильно. То есть у вас каша. А культура состоит в том, чтобы кашу различать и выделять из того, что было в истории, положительно отрицать и отрицательно отличать вот это не только то что отличается от природы но это что завершается на дне значит и первое что отличается от природы восходит в культуру и второе вместо того чтобы сказать что то что возвышается на дней а вы и туда и закатали и то и другое у вас как раз нету разницы нет культуры и не культуры и культуры без культуры все смешно так мы смотрим второй вопрос бытие основу образует совместно разделенная свободная деятельность людей деятельность людей деятельность отношения существует бытие это деятельность или отношения деятельность это процесс а производственное отношение это бытие вы же о бытии говорите у вас получается процесс является бытием а не бытие Базис – это что такое общество? Это производственные отношения и средства производства. Способ производства является общественным бытием, а у вас деятельность, а не способ производства, а деятельность. Вот в рамках способа производства люди ведут свою деятельность. Это не бытие, это преобразование этого в бытие. Это их активная, преобразующая деятельность. Все отношения выброшены, а предмечивание, процесс, в котором человеческая способность приходит в предмет. Так, предмет, хорошо, облачательно, самокультурно. Вот, человеческим предметом, вот то, что вы не хотели признать насчет стола, это у вас написано. Делайте предмечивание не только во внешнем, вечном, но и в качестве своего субъекта. Предмечивание формирует социальную предметность, предмечивание, процесс, в котором свойства сущности, предмечивание становится своим человеческим способностям. То есть идет речь о вещах, а социальное бытие, то есть как раз производственные отношения и другие общественные отношения. Социальное бытие это общественное производство. У вас сейчас ни слова об общественном производстве нет. Катерина Лукашовой. Так. Так. Типы цивилизации. Понятно, ребята? А что значит постиндустриальное? Это вот как? Уже нет больше промышленности, уже все в прошлом промышленности. Постиндустриальное. Как мне объяснить? Посты за все? Просто некоторые выделяют? Ну некоторые, но мы же не просто некоторые, мы же с вами научные делаем. Ну если пост уже, было вот, постэкзаменационный, вы как понимаете, что вот уже прошел экзамен, правильно? Постэкзаменационный. Ну если русский язык, вот я знаю, что мне делать? Ну что мне делать? Я знаю, что такое постиндустриальное, это когда промышленность разрушена. Вы хотите сказать, что у нас все окончательно разрушено промышленно. Ну пусть они говорят, мы же не снег, вы не некоторые, у вас Екатерина Лукашова, у вас экзамен. Причем тут некоторые. Да, я просто эту информацию брала из монографии. Ну что? Ну что? Ну зачем вот вам, зачем с вами профессор занимается, чтобы вытаскивать, всякие глупости не пропускать. Ну мало ли, монография, какая ответственность, что я написал монографию. Что хочу, то я пишу и печатаю сейчас. Что не значит, что можно напечатать любую чушь. Сейчас ходят с плакатами такими, напечатаю вашу книгу. А здесь книгу, сейчас напечатаем. Вот это можете пойти и напечатать. Нет никаких проблем. Но вы сейчас пришли не просто, что вот есть такая точка зрения, а мы сейчас говорим о том, что есть курсы, есть, сказать, у вас лекции. Там, если вы не присутствовали, есть записанные лекции. Причем за целый ряд лет, в том числе на журналистике и на других. Можно посмотреть. Есть литература, соответственно. Мало ли. Но это широко распространен наш опыт. Вы же понимаете, что такое по-русски пост? Пост экзаменационный, пост конструкционный. Это все правильно. Это все правильно. А вот это неправильно. Я же не говорю там, что у вас неправильно. Я говорю, где неправильно. Это неправильно. Существуют и другие бассификации. Ну мало ли какие. Другие ученые, полагающие, социализация распадает на западные острые. Ну вот это вот значит так. Я хотел вам отлично поставить, отлично не получается. Тут четыре. За это хорошо. Вот это вот у вас ответ. Хорошо. Вот пока оставлю, так помечу. Так, берем второй. Содержание и формы духовной культуры. Культура. Специальный способ человеческой деятельности. Способ деятельности. И основное содержание духовной ценности, которая формировалась на протяжении истории человека. Словно-система. Нравственная, религиозная, политическая, другие ценности. Ну, и что, Бердяев считал, что всякая культура является духовной. То есть, значит, он отрицает материальную культуру. Вы к этому присоединяете? Нет, он отмечает то, что в материальной культуре есть духовная начало. А вы-то другое написали. Всякая культура является духовной. То есть, не является материальной. Ну, вы-то различаете материальные и духовные, или нет? Да, это исследуют предыдущие. Ну, у вас исследующие, у вас одно, а здесь прямо противоположные. Ну, мало ли чего. Ну, кто такой Бердяев? Ну, мало ли чего он считал. Считать – это мнение. Ну, как вот вы берете, вы присоединяетесь вот ни с того, ни с чего. Вот вы написали правильно. А потом вы… Есть там материальные, есть… Вот вы сейчас пишете о духовной культуре. Ну, что, всякая культура духовная? Если вы считаете, что всякая культура духовная, то два. Нет, я не считаю. Ну, а как? Ну, а как? Ну, вот была речь о том, что средства производства, здания, сооружения. Ну, ты мне об этом-то и пишу. Как вы об этом пишете? Вы пишете, что всякая культура является духовной. Это я пишу автора этого мнения. У вас это не в теме, что кто написал. У вас не история, а у вас философия. Ну, хорошо. Вот когда будет история, кто где заблуждался и как блуждало человечество в поиске истины, тогда это будет… Есть же история науки. В том числе и история философии есть. Вот слабые люди, они не в теории занимаются, а историей занимаются. Так, наверное, и в журналистике. Они ничего написать не могут, а история, кто что сказал, могут. Поэтому это вот не должно быть у вас противоречий. Мир как исторический миф. Так, религия, нравственность, искусство, философию, ауку, системы знаний. Мир на основе познанных, познанных, познанных различий. Познанных закономерностей. И если брать культуру, то надо не делать ошибок на основе познанных закономерностях, а закономерностей. Кроме того, важнейший мягко не концентрация, язык, познанных обрядов различий нет. Ну что, хорошо. Так, вот кратко хоть написали, так хорошо. Низа. Так красиво написано, а прочитать не могу. Как полностью фамилию пишется? Низамудиного. Низамудиного, понятно написано. Сказано нормально, незамудиного. А что это за слово, вот это? Д. Низамеддиного. Нет, незамудиного. Ну там М прям, кстати, описано. Это М такое? Да. Это сильно. Сильный ход, чтобы никто не... Так. Политические. Партии. Партии. Ух ты у вас. А что у вас одинаковые все это? И Т, и И одинаковые все эти. Совершенно все одинаковые слова. Да. У меня был такой вот, коллега Старкова, он такой волной пишет, а я там расшифровал, что он написал. Мы совместно делаем. Это трудно. Имеет латинское происхождение, часть, вот, и вы дальше вот по происхождению так и считаете, что часть политическая, часть как воли общественного класса. Это неверно. Нет, я дальше еще привожу. Точнее, его наиболее активность, сознательная, тоже неверно. Нет, дальше. Широкое понимание следователя, называют поэтическую партизмную зону, и часть людей ставить. Ну просто частью людей, уже от класса оторвались они. Уже просто, и уже людей. Частью людей. Куски, что ли, ноги, руки. Как это частью людей? Не понимаю. Часть общества еще можно. Часть класса вы выбросили. Часть людей. Как это части людей? Руки, ноги, головы. Непонятно. Вот может быть ставящие свои цели введение политической борьбы и завоевание политической власти. Устав и другие. Ну, вот может партия рабочего класса состоять из одних рабочих. Может? Вот Ленин состоял в партии большевиков. Он к какому сословию принадлежал царское общество? Российское общество? Не к рабочему. Но не к рабочему. Знаете, что он дворянином был в 16 лет? Но по вашему вот, по вашей, вот как вот... Вот человек должен, когда он думает, у него как-то должно быть логично увязываться. Вот вы написали части, вы вычеркнули, так сказать, тех, всех там, Дзержинского вычеркнули, из партии всех. Калантай вычеркнули. Ну, и вообще, можно сказать, все руководство, они точно не рабочие. И нет ни одной партии, и что, возьмем Единую Россию, там что, капиталисты во главе? По положению капиталисты. А это что, часть капиталистического класса? Да, наоборот, нет ни одной партии, которая, вот можно прямо противоположно сказать, нет ни одной политической партии, где бы она являлась только частью этого класса. И вообще вы, то есть, не понимаете, что такое партия? Партия, соединение, вот скажем, рабочего класса, соединение социализма с рабочим движением. Если там есть только рабочий, и нет вот этого научного социализма, нет никакой партии рабочего класса. Это неверное совершенно понимание. Идем второй вопрос. Политическая пропаганда, слово пропаганда. Так, ну что я хочу сказать, вот, подписи у вас, кстати, тут нет. Это надпись, я объяснял. Что, зря объяснял? Надпись, ну подпись, подпишите, а подписываю, а вы мне где? Только куда мне вот... Вот рядом с надписью, пожалуйста. Не могу я рядом с надписью, это неправильно. Вот я тут поставлю хор. Вы мне не оставляете места для того, чтобы я оценил. Вы не хотели сдавать вообще экзамен? Я хотела. Нет, вы хотели, чтобы я не оценил и никуда не поставил. Почему? Ну так по форме, вот вы так приготовили все, чтобы я не смог вам нигде поставить. Но я выкрутился и поставил на свободном месте. Спасибо. Спасибо.